всем привет жду когда все чуть-чуть подойдут и объявлю тему вообще интересно а мы же можем закрепить сюда тему слушайте сейчас я закреплю пока все собираются сегодня я хочу заняться расслаблением жевательных мышц знаете почему-то меня он только перевернулся почему-то мне не тыкается комментарий только переворачивается главное все игра ладно все всем привет сегодня у нас тема расслабление жевательных мышц это очень серьезная серьезная такая проблема у многих потому что жевательные мышцы это одни из сильнейших мышц всего тела представляете всего тела с одни из сильнейших мышц скелетные мышцы на нашем лице мощные мышцы конечно же они задают тон всему лицу и когда мышцы перенапряженные находятся в гипертонусе смотрите что происходит они укорачиваются и всю подкожно-жировую клетчатку смещают вперед она вот сюда уходит вперед и капелькой нависает вот и вчера вас ленте обнаружила на рада такой находки с большое спасибо я очень рада наверное вы из гива лили правда вот наверное да ладно у меня просто я вошла в гиф я вообще решила периодически заходить гивы потому что надо расти с этим инстаграмом никуда не входишь так не растешь вот так что я буду баловаться гивами не знаю как это ударит по моему аккаунту ладно поехали работать с жевательными мышцами смотрите и они перенапрягаются и даже у некоторых рот вообще не раскрывается смотрите три пальца должно помещаться свободно интересно у меня сейчас поместится потому что я тоже вот кстати я тоже немножко вот поджала они должны свободно пальцы при нормальных жевательных поместиться все наши не недосказанные конфликты недосказанные какие-то речи тоже здесь остаются в гипертонусом таким вот сжатым поэтому живая а еще знаете что еще жевательные мышцы они перенапряженные у многих и даже многие ночью скрипят зубами бруксизм бруксизм это называется и настолько сжимают челюсти что у них зубы с возрастом стираются и так как у меня очень много марафонов и большой поток людей через меня проходит очень много тех кто зубы после 40 лет уже себе нарастил потому что он их стер потому что вот это вот скрипел зубами но у меня 4 входит еще место есть это вообще прекрасно не ну конечно здесь еще особенности физиологические но это значит что у вас вообще мышцы в нормотонусе потому что тут меня приходила девочка ко мне на индивидуалку ходила и представляете вот ей 21 год а у нее три пальца ну два пальца еле-еле она говорит у меня такой рот маленький они не рот маленькими и уживательные перенапряжены вот такой стресс у ребенка 21 год на меня ребенок а вот мы занимались тем что убирали этот стресс и в общем-то все успешно вот разве это и есть причина что гипертонус для если три пальца в рот не помещается то это гипертонус ну как спазмированные мышцы в гипертонусе они как каменные становятся очень важно их расслабить как их расслабить но первых сначала мы идем здесь такая точка крепления жевательных мышц давайте сейчас мы с вами рассмотрим вообще приемов огромное количество есть как упражнения есть зубы скрипят конечно зубы скрипят вот это вот напряжение 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 в жевательных мышцах и они настолько сильные настолько сильные что это не вот вообще вообще мышцы скелетные делают все наше тело и позвоночник двигает а из-за гипертонуса мышц вот эти вот все перекосы в основном с мышцами надо работать для того чтобы кости вернуть на место кости то не сами по себе искривляются и зубы не сами по себе спиливается вот этот вот да вот мы вот себя настолько днем накручиваем особенно хорошо ты сейчас в анапе жгу здесь конечно все гораздо проще а как в москве так там идешь вот в этом вот стрессе классная показала вот и вот зубы настолько на целый день нажимался настолько и потом ночью вот этот стресс выходит кстати психологическое здоровье смотрите у нас восстанавливается с двух с двух ночи до до шести по моему до четырех точно вот до пяти до шести вот так вот где-то но с двух часов и вот смотрите если вы например во второй части ночи начинаете просыпаться как-то так вот тревожно спать это говорит о том что у вас есть конечно какие-то там переживания которые вот-вот-вот сейчас вот выплескивается да с десяти до двух восстанавливается физическое здоровье а с двух до шести и пяти там ну как бы до утра в общем восстанавливается психическое здоровье ладно поехали к самим упражнениям потому что когда психическое психологическое вернее состояние откладывается в мышцах откладывается психосоматический ваши недосказанные конфликты но когда мы когда мы проблем он решаем когда мы выпускаем эти психологические конфликты но и когда мы вот эти зажимы выпускаем мы тоже выпускаем так всем недосказанные конфликты которые у нас были в голове то есть это еще и психотерапия такая поехали сначала мы давайте их а вот здесь расслабим здесь точка крепления прям хорошо хорошо пальчик погружайте расслабляйтесь мышцы жевательные необходимо расслаблять раз день после еды вообще рекомендуется после еды их расслаблять давайте погреем вообще хорошо и кстати прогреватель и рекомендуется и обязательно перед сном перед сном в общем-то расслаблять всем так погреем дайте ротик пооткрываем по растягиваю а теперь аккуратно аккуратно давайте сначала к симметрии а теперь в сторону по открываем да и со звуком так теперь давайте массаж смотрите вот у нас жевательная мышца вот пожуйте вот она тверденькая такая давайте сюда пальчиками вкручиваемся как буравчиком положили пальчик диаметр был должен быть небольшой то есть не так вот вы там крутите на штук я кожу все смяли а просто деликатно деликатно ткани внутри теперь давайте пройдемся так тоже лоту рот был открыт и помните самое главное здесь конечно не только то что мы делаем массаж и периодически себе расслабляем очень важно научиться себя контролировать течение дня 0 5 сантиметров между задними зубами у вас должно быть обязательно все время то есть челюсть должна быть расслаблена рот слегка был открыт вот следите за собой контролируйте себя потому что если мы делаем упражнение расслабляем но при этом в течение дня ходим вот этот вот так что желваки аж тут ходят ну ну что но о чем говорит ну бесполезно до 2 шаг вперед два шага назад как-то надо учиться жить немножко ну не так чтобы там не от мира сего до нормальный живой человек так давайте пальчики погрузили сюда крючочки очень люблю это упражнение прям погрузили глубоко-глубоко к мышцам не по коже пробка во рту периодически но тоже в принципе нормально да можно с пробкой походить ну при открытый рот так себе картинка не знаете на самом деле это сексуально и красиво вот вы посмотрите все журналы на этом модели продумал меня губы так не открываются красиво утекал пухленький вообще хорошо я диму был билана видела по отелю шел идет и роту так я думаю наверное он как певец челюсти расслабляет идет нет нет смотрите 0 5 сантиметров между задними зубами у вас будет смотреться нормально просто пишет это признак слабоумия нет нормально не так что у вас там признак не дал не такой не такой же вид правильно просто вот не так не так а просто у вас все будет смотреться хорошо так дальше то есть вот так вытянули можно кулачками вот смотрите даже на стол доблокотиться то есть да и прям хорошо въедаетесь туда да можно так можно интраорально руки чистые внутрь залазьте пальцем вот этим большим круговыми движениями отодвигайте к местам крепления места крепления здесь здесь это не очень приятно но надо работаем во слизистой большим пальцем а этими пальцами просто придерживаем чтобы не вылазили ткани и прям по самой вот этой вот тверденькой мышцы мы начинаем прорабатывать мягкими вот такими вот круговыми движениями большим пальчиком прям саму мышцу но сейчас мы не будем полноценный массаж делать давайте упражнение упражнение по технике пир хочу сказать что не у всех это выглядит сексуально это нормально вообще все что здоровое все что относится к здоровой мимике правильно но смотрится красиво и опять же вы же понимаете что это не гипертрофировано а 0 5 сантиметров между задними зубами это нормально это физиологично а то что физиологично всегда выглядит сексуально и красиво боль говорит о зажатости боль головы всегда говорит о зажатости те у кого мигрени это прекрасно знают потому что как только они сжимают сели и челюсть у них начинается мигрень и врачи обычно их предупреждают что челюсть не надо сжимать если хотите провоцировать развитие болезней так поехали упражнения упражнения мои любимые по технике пир давайте с пальцами во рту мы делали на кулачок вот так смотрите есть еще упражнение это из фейс фитнеса давайте смотрите сейчас я покажу это упражнение и покажу его недостатки вот смотрите кулак упирается челюсть открывается кулак как сопротивление то есть мы сначала напрягаем челюсть и плавно закрываем здесь тоже хорошо хорошо это упражнение тем что чередует напряжение и расслабление но плохо тем что на кулак идем и как показывает практика почти никто не может сделать ровно это упражнение то есть у нас челюсть должна идти вот четко вниз височный нижний челюстной сустав зачастую раз уже раз расшатан расшат на слово скажем вот и почти все начинают как-то делать неровно нам это нельзя либо потренироваться ровно открывать но я предпочитаю делать усилия на два пальца в рот два пальца в рот давят на зубы а рот закрывается нет боль когда делаешь упражнение на расслабление жевательных но смотрите должно быть больно приятно вы всегда должны следить за тем чтобы не было слишком сильной боли то есть должна всегда делайте деликатно от меньшего усилия к большему да боль она безусловно будет там же есть гипертонус и есть проблема то есть если вы нашли боль вы нашли свою проблему вы нашли место спазмированное и вам надо его расслабить расслабляем мы только через боль по другому к сожалению не получится мышца раскручивается когда мы на нее воздействуем причем в точку боли но я против каких-то экстренных мер потому что нервная система когда она чувствует что там боль она не знает что вы там делаете может вы там ножичком уже ковыряете начинает защищать себя и она вместо боли куда вы воздействуете она посылает защиту и может послать туда еще более большое напряжение и закрыться поэтому действуйте деликатно и от меньшего усилия к большему приучая свою нервную систему приучая свою нервную систему с мягких усилий и вот так вот приятно больно соблюдайте эту грань на приятно больно а если зубы вставные два пальца в рот я сейчас сломаю их тогда на кулачок тогда на кулачок но сначала потренируйтесь давайте теперь на зубы два пальца в рот и челюсть закрывается 10 секунд а рот закрывается да челюсть вернее закрывается пальцы не дают теперь мы 10 секунд так просидели в напряжении причем мысленно посылайте напряжение именно жевательные и так знаете прям посылайте посылайте напрягайте напрягайте их а потом челюсть у вас аккуратненько расслабляется просто свободном таком падении висит и назад чуть-чуть ее задвигайте и пока вы так 10 секунд сидите мы ладошками берем прогреваем жевательное и это двигаем жевательные к местам крепления сюда и сюда то есть по гриле и вот такие вот растянутые теплые жевательные мы начинаем вымешивать на расслабление к точкам крепления сюда и к углу молодости вот и сидите то есть я прерываю упражнения потому что мне надо вам рассказать а вы-то его делаете беспрерывно сейчас на второй раз делаем его без перерыва без моих объяснений и смотрите когда вы это двигаете очень важно что вы не вот так вот да там что у вас вся кожа поехала вы прогрели их провалились в ткани и изнутри видите почему у меня кожа не едет потому что я работаю не с ней а я работаю с мышцами там внутри то есть мы можем по коже вот тут вот елость а мы можем провалиться и вот так сделать да вот внутри а вот это вот по коже идет скажите пожалуйста сколько раз в неделю в 2021 году это очень разные приемы специальные массаж а ustedes посмотреть конкретный как вы делаете посмотрите у меня мыть-то elце который можно делать каждый день прекрасно и дают эффект В на самой сейчас мы делаем 매 массаж лицом то часть ну и massage лишнее не будет чем больше со скелетными мышцами мы работаем смело и ничего с ними не сделается это тонкие вот тонкие вуале образные мышцы лица здесь все деликатно надо так дальше смотрите ничего себе меня перекажет мне просто нетренированное лицо буду работать это не тренированное это височно нижнечелюстной сустав он разбалансируется с возрастом у всех с ним надо очень серьезно работать и укреплять и тут много тоже упражнений вот височно нижнечелюстной сустав вот здесь так поехали дальше теперь мы делаем это упражнение просто очень я не буду болтать мы просто его с сами сделаем полностью поняли что я сделала второй раз то есть я второй раз и запущенная челюсть вот она расслабленная висит и я второй подход делаю из вот этого более низкого положения начинаю напрягать да вот мы расслабили челюсть уже она висит чуть-чуть назад и вниз да мой подбородок тоже всегда задвигаем чуть чуть вниз потому что наше злобное выражение лица которые в течение дня мы там стрессах применяем очень многие поднимают также подбородок на это как мимика злобная мимика которая надевается маской на лицо так как стрессов много и защитную реакцию мы включаем то вот вам и получается вот здесь залом морщина подбородок перенапряжен поэтому всегда мы в упражнениях подбородок и даже вот когда массаж ты делаешь ты подбородок расслабляешь ты его чуть-чуть задвигаешь вниз да вот здесь как раз рожи лицо дебила и есть а что делать если очень больно делать с меньшим усилием постепенно прорабатывать все глубже и глубже настолько насколько пускают ткани за один раз возможно вы не сможете все проработать проблема копилась годами а вы хотите за один раз все сделать при этом если вы за один раз туда полезете и начнете прям все там перелопачивать то возможно будет воспаление и отек что в общем то абсолютно не страшно считается у массажистов значит идет процесс восстановления но вам это не нужно потому что это неудобно и не очень может быть красиво поэтому постепенно то есть набраться на этот тип терпения не ждать мгновенного эффекта а постепенно прорабатывайте идти к здоровью точно так же как вы худеете то что резкое похудение это всегда плохо надо и кстати раньше нам я считал что килограмм в неделю можно скидывать сейчас я тоже в школе учусь физкультурной там 00 ну 500 грамм можно только в неделю сбрасывать это здоровое похудение если больше это очень плохо для организма очень плохо вот вы также и здесь постепенная проработка очень больно постепенно прорабатываем постепенно будет все меньше меньше больно вот и так мы делаем наживательные мышцы по технике пир это техника пост изометрической релаксации и лечебная три подхода напряжение расслабление вымешивание из более низкого положения опять напряжения вот вы висите расслабление еще больше и сюда и третий подход тоже из боль каждый раз из более низкого положения резко похудела шея ужасная можно ли восстановить есть перетирка массаж раз пять дней а можно уходить сухое холодание голодание наверное там же по любому много сбрасываешь дело в том что это нездоровое питание мы должны не стремиться к диетам не стремится быстро сбрасывать мы должны пытаться оздоравливаться очень много диет и но дело в том что физиологи диеты не подтверждают как современные исследования физиологов не подтверждают эффективности вообще никаких диет мы мы опираемся на исследование гарвардского института питания на рекомендованную здоровую тарелку там должно быть грамотное соотношение микронуклеентов и они должны полноценно поступать вам каждый день единственное что можно сделать для похудения это просто считать колораж и если вы хотите похудеть ну и так и как я тоже не любите считать то все эти тарелки килокалории то можно просто примерно на 10 процентов средств срезать себе тарелку ну свою свою ежедневную ежедневную порцию на все питание все постепенно будет худеть и худеть будете правильно за счет жира и при этом заниматься спортом и вы будете худеть за счет жира потому что на жир это энергетическое наше топливо и она включается тогда когда вы занимаетесь спортом а если вы будете сидеть на сухом голодании ничего не есть у вас по вы получаете эндокрин проблемы по эндокринологии щитовидкой вы будете худеть за счет мышц ну да вы будете терять мышечную массу и будет и даже если вы похудеть похудеете вы станете скинифат фэт знаете такое понятие то есть когда вся кожа висит когда состав тела у очень низкого качества состоит из жира и преимущественно из воды и при этом и при этом себя ужасно чувствовать и организм при этом когда вы снижаете вот эти вот килокалории и неправильно питаетесь снижает как лучше снижает энергозатраты для других любых действий то есть вас начинает морозить он при организме перестает себя обогревать вы становитесь оставшие то есть вы сидите не прямо начинаете облокачиваться вы как-то почему-то дольше и глубже спите но это кстати неплохо но вы вялая вам тяжело долго ходить вот зачем это надо все таки мы должны стремиться к здоровому здоровому телу к организму не портит свою эндокринный статус а и при этом что здоровое полноценное питание тарелку я как-то кстати публиковала у себя эту найти опираться надо на не то что там даже маркетологи говорят есть лидеры лидер по питанию гарвардский институт питания вот так глаза красивые такие хочу спасибо большое так как же чудесно себя чувствую как же сильно страдала из-за этих мышц на вот классно так как перетирушки делать районе щитовидки смотрите щитовидка у нас находится внутри когда мы трогаем кожу здесь мы никак не затрагиваем щитовидку у нас нет глубокого воздействия но например ко мне приходят на марафон и девчонки у которых проблема щитовидка и допустим там есть какой-то процесс тогда я отправляю врачу и спрашиваю и говорю спросите лечащего врача покажите ему вот это движение и спросите разрешен ли вам прилив крови к этой области в принципе при здоровой щитовидки с вами ничего не случится при условно здоровой щитовидки когда вы думаете что вы здоровы на как условно здоровых то людей полностью может и не быть ни одного есть не выявленные болезни да вы тоже все это делаете но если там действительно очень серьезные проблемы и лечащий врач вам вообще говорит что вам противопоказан прилив крови вообще к шее голове в принципе конечно это не делаете то есть если есть какие-то сомнения о девчонки наговорили комплименты про глаза очень приятно спасибо большое ладно все пошла я учиться не кстати у меня безумно интересное обучение протазовое дно тушку и потихонечку начну вам выдавать вот так как живот наше все все всем пока пока будьте счастливы спокойны самое главное не не оставлять никаких недосказанных конфликтов ни в теле ни в мышцах расслабляемся и отпускаем и все в общем ловите дзен и и и и